ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Их последние из ржева с поля боя. Притихла ночь, но тишина ловушка. В безмолвии тревожном трудно спать. Какие любит доченька игрушки. Вернусь и будем вместе с ней играть. Константину Дмитриевичу Потапову, уроженцу Чуропчинского улуса, суждено было вернуться с фронта к родным и близким в марте 1946 года. Он прошел от Сталинграда до Берлина в составе 148-го гвардейского истребительного авиационного полка в качестве шифровальщика. Константин Дмитриевич Потапов за боевые заслуги награжден Орденом Отечественной войны второй степени. Медалями за оборону Сталинграда, за победу над Германией, за взятие Берлина, за боевые заслуги. Накануне Дня Победы о ветеране вспоминает его дочь Надежда Константиновна. Я хотела бы рассказать о удивительной судьбе своего отца Потапова Константина Дмитриевича. Он впервые в школу пошел в 13 лет. В 20 лет закончил школу. Потом закончил техникум. А в 21 год он уже был директором Чуропчинской школы колхозной молодежи, ШКМ. И с того момента он все время был директором. Был директором ШКМ Чуропчинского, потом Чуропчинского педагогического училища, потом Якутского педагогического училища. Затем был он заместителем министра просвещения. И в конце только жизни был преподавателем Якутского педагогического училища. Ну вот на долю их поколения выпало большие испытания. Вот такая ускоренная учеба. Потом его отправляли в Москву на учебу. Они вместе с мамой выезжали, учились там. Он очень был активный. С жадностью всему обучался. Был большим общественником. С мамой они познакомились. Ее прислали фельдшером. Она училась здесь в якутске на фельдшерских курсах. Вот якутские медицинские училища нынешние. И ее отправили в Чуропчу. А его, ну, приставили к ней, чтобы он обучал ее якутскому языку. Вот так сложилась их семья. В 1932 году сохранилось брачное свидетельство с того времени. И так они не расставались. Вот в Москву вместе ездили на учебу. И только в годы войны они вынужденно разлучились. Мама продолжала жить в Чуропче. Она была завидующей вот туберкулезной больницей. А папа, значит, в 1942 году его призвали в армию. В марте он говорил, что март месяц для него, ну, хороший месяц. В марте его призвали в армию. И пришла в Чуропчу разнарядка, чтобы отправили на фронт человека с высшим образованием и имеющим большой партийный стаж. И вот под эту категорию попадал папа. И его, значит, отправили в Читу, в Забайкальский военный округ, обучаться шифровальному делу. И там он три месяца провел. И за эти три месяца там скудно кормили, и у него началась цинга. Он ходил на костылях и, ну, не доедал явно. Вот для Якута без мяса-то как, плохо. И когда в очередной раз приехал офицер набирать пополнение вот для фронта, и он его уговорил, возьми меня с собой на фронт. Он говорит, ну, как же ты же доходяга такой, вот на костылях ходишь. Он говорит, нет, нет, это я поправлюсь. И он как-то пожалел его и взял. И вот пока они ехали от Читы до Москвы, он действительно восстановился, отъелся и уже в Москву прибыл без костылей. В Москве он очень долго ходил в штаб армии, вот, чтобы его назначили. Ну, не знаю, с чем было это связано, вот, он волновался, что его вот не берут. Ну, потом однажды он пришел, ему сказали, вот, ты беспокоился, Константин Дмитриевич, а тебя назначаем в очень хороший полк. И действительно он попал в 148-й гвардейский авиационный истребительный полк особого назначения. Этот полк подчинялся только Москве, и там формировался полк из летчиков-асов, которые имели уже боевой опыт, и очень из опытных инженеров и техников, которые могли, ну, в чистом поле починить самолеты, ну, сделать все как надо, чтобы бесперебойно осуществлять вылеты. И они на защиту каких-то особо важных объектов рассказывали, что им сказали вот занять аэродром, который уже отвоевали у немцев. И он летел на первом самолете, и когда они стали подлетать к этому аэропорту, оказалось, что немцы-то там есть. И они начали их обстреливать из всего, что возможно. Но он говорит, наше счастье, что мы заходили по солнцу, и они не сразу их обнаружили. И вот они так смогли развернуться и уйти. И он вот должен был вовремя радиограмму расшифровать. Поскольку его вот работа была секретной, он все время находился возле знамени полка. Вот. И часовой охранял и его, и знамя полка. Вот. И в любое время его могли разбудить. Это шифровки состояли из цифр, и он должен был это все расшифровать и передать шифровки своему командованию. И он говорил, что поскольку эфир был очень засорен разными соединениями советской армии и немецких соединений, и поэтому несколько раз радистам приходилось запрашивать что-то. И вот такая была его работа. И вот с этим полком он прошел от Сталинграда до Берлина. История семьи Потаповых знаменательна тем, что сохранили все письма Константина Дмитриевича с фронта. А за годы войны он написал их немало. Ну, его переписка обширная была адресована нашей маме, Бархатовой Екатерине Ивановне. Она родилась в Витиме в 1909 году в семье учителя. Ее отец был учителем Витимской, директором Витимской школы. Но он рано погиб. При пожаре там он что-то упал. И большая семья осталась вот на попечении старшей сестры, ее старшей сестры. И поскольку детей было много, вот ее единственное отдали, значит, вот дальним родственникам в Покровск. И так она, значит, вот из Центральной Якутии и не уезжала больше никогда. Она, значит, по окончании школы поступила на фельдшерские курсы. Ныне вот якутское медицинское училище, закончив их, ее отправили в Чурабчу. Так они познакомились там. Ну, я уже говорила, что он учил ее якутскому языку. И мама освоила якутский язык, разговаривала. Потому что в те времена, ну, по-русски никто не говорил в Чурабче. И она была очень уважаемым там человеком. И вот до его возвращения из армии она находилась в Чурабче. И вот переписка у них была активная. Папа очень ждал ее письма. И все его письма, письма его вообще удивительные. Я их прочитала только когда собралась, решилась отдать их в архив. И была просто поражена, какие у него письма. И эти письма наполнены такой энергией, удивительной. Он ни в одном письме не сомневался, что он не вернется домой. Все время писал. Хотя в одном написал, что меня могут убить. Бомба может попасть, вот где я нахожусь. Но все равно основной вот леет мотив его писем, что он вернется обязательно. Папины письма удивительные. Ну, наверное, существовала военная цензура. Они не могли точно говорить, где они находятся и так далее. Но все равно проскальзывает, какие ужасы войны он увидел, испытал. В одном из письм он написал, нахожусь в Воронеже, что невозможно передать словами, какие здесь разрушения. И сказал, ну, когда я вернусь, вот тогда посажу вас рядом и расскажу об этом. Потому что словами передать невозможно. Также он отчитывался перед мамой, куда, на что потратил деньги, сколько стоят яйца, сколько стоят молоко. И говорил, ну, ты держись, крепись, вот такого-то я тебе отправлю аттестат. Ну, он как историк вот всем интересовался. Одно его письмо, вот, адресованное маме из Киева. И вот он сравнивает Днепр с нашей Леной. И говорит, ну, наша Лена величественная Днепра. В одном из писем он пишет, что, когда они находились на территории Германии, он, значит, табак, который им выдавали по норме, он ходил к пекарям и обменивал на хлеб. И возле пекарни все время, говорит, толпились малыши немецкие. И вот он хлеб им давал. Вот такая, говорит, у меня благотворительная миссия, писал. А в годы войны умерла их дочь, вот моя сестра. Мама тоже много работала в больнице. Жили они в бараке, и в этом бараке находился вот туберкулезный больной. И вот моя сестра, Геечка, ну, часто играла с ним, не с кем было. И вот заболела, и в те годы не смогли ее спасти. И вот это очень трогательное письмо папы, когда он узнал. Мама, видимо, сама не смогла написать ему о этом случившемся событии. И он узнал через ее сестру, через Иркутск. Ее сестра проживала в Иркутске, и она сообщила ему. И вот он пишет ей слова поддержки, что она крепилась, что берегла вот сына. И, ну, очень замечательные письма. И он, как историк, все время следил, какие происходят международные события. И одно письмо такое, небольшое, он говорит, обязательно празднуйте вот совещание лидеров тройки, что ждали они, когда откроется второй фронт. И вот это совещание, наверное, ускорит нашу победу. Ну, о тех событиях, которые происходили, он мало писал. В основном писал о бытовых. Вот, и как он находится в землянке, какая у него шинель. Вот истрепалась, наверное, скоро новую дадут. Вот такие свои бытовые, как он заболел и говорит, вот тебя вспоминаю, ты бы меня быстро на ноги поставила, ну, поскольку мама медиком была. И, а тут вот такую неделю уже нахожусь на лечении. Очень трогательные письма. И наполненные вот большой любовью не только к маме, но и к своей земле. Потому что он писал, ну, наверное, распутится. Вот сейчас письма плохо приходят, наверное, ну, почтальонам трудно их доставить. Потом пишет, дали ли тебе Зайцев, вот, друзья. В общем, он все время еще живет заботами мамы. Вот, и он уже в 45-м, он уже пишет ей, что мы переедем в Якутск. Как только я вернусь, мы переедем в Якутск. В одном из своих письм он писал, у них была дисциплина строгая, и чтобы они не расхолаживались, им кросс заставили бегать. И вот он описывает, что вот, как он бегал там 100-метровку, как на следующий день у него все мышцы болели, и что вот, ну, вот такие свои впечатления. Потом описывал там природу, и что вот яблоки, яблони цветут, вот яблоки появились, но этим яблокам не дадут созреть, потому что все время срывает их. Вот такие, ну, такие его впечатления были о Германии. И вот о детях, когда писал, он говорит, наверное, им говорят о нас, что мы враги. Но когда с ними поговоришь, по головке погладишь, появляется вот детская вот такая, ну, искренняя улыбка. Его письма опубликовали в этом сборнике, вот в этом сборнике. И я удивляюсь, что в годы войны ему о своей, ну, победе, можно сказать, о своем успехе написал Георгий Прокопьевич Басшарин о том, что он защитил диссертацию. И вот меня удивило, что в годы войны они вот даже такую вели переписку. И впоследствии его дочь, вот Наталья Георгиевна, нашла в архивах своего отца письмо от папы. И, по-моему, с 43-го года, что он его поздравляет, и что вот он пишет, что, ну, какое значение произведения вот трех реалистов имели в судьбе, вот, что их детей, ну, вот тогда малограмотные люди были, заставляли по нескольку раз читать, особенно вот про характеристики про женщин. И это, и как воспринимали их, и вот он написал ему письмо с фронта. Вот это удивительно, вот, что у него была переписка не только вот с мамой, но еще вот со своими земляками. Константин Дмитриевич, будучи педагогом по образованию, был человеком очень общительным, внимательным, и не забывал тех, с кем вместе прошел трудный военный путь. Ну, он продолжал переписку со своими однополчанами. Очень он дружил с Шаховым Николаем Ивановичем. Он впоследствии стал главным инженером, ну, вот, по звуку, в Казанском железнодорожном вокзале в городе Москве. И я помню, когда ребенком была, вот мы приезжали в Москву, и он, ну, всегда его навещал, и мы вот оказались там на его рабочем месте. Большой черный кожаный диван. Громко-громко там объявляли, какой поезд отходит, какой приходит. И вот он сидел со своим другом, и они вот так разговаривали очень. Он, они жили в Кратово, в Подмосковье, в частном доме. И он из Якутска увозил смородину туда. И они вот так оберегали эту смородину. В 72-м и 78-м у них состоялись встречи ветеранов полка. Ну, они почти ежегодно проходили. Ну, вот, дважды он посетил эти встречи. И после этого началась его активная переписка с однополчанами. Вот. 30 человек вот постоянно с ним переписывались. Ну, не все 30 постоянно, а значит, ну, где-то 10-15, вот, половина из них писали ему постоянно письма. Из них трое – это были летчики, герои Советского Союза, Трофимов, Иванов. Забыл еще кто. Писал командир его полка Мальцев. Он считал его своим земляком, потому что он с Верховьев Лены, из Иркутской области. И он считал его своим земляком, очень любил. И как-то ему отправил унты. Мы говорили, ну, как же унты-то там в Москве он будет носить? Он говорит, нет, обязательно нужно. И вот, и когда он уже глубоко болел, сын вот этого командира, его полка, Александр, Александрович Мальцев, он приезжал в Якутскую командировку и сам разыскал через, ну, поскольку он с милицией, с военными был связан, он сам разыскал и приходил вот в эту квартиру к нему. И он так вот повидался со своими однополчанами. В 19-м году я разобрала письма, и оказалось, что свыше около 600 писем. Семья Константина Дмитриевича, как зеницу ока, берегла фронтовые письма. Но затем, для пущей их сохранности, Надежда Константиновна сдала письма отца в Национальный архив. Я все время смотрю 9-го мая передачи, и однажды по телевидению я увидела... Мы жили на Хабарово, старой квартире, которая выходила на Площадь Победы. И он, когда мог, всегда там выходил. И всегда после этого ветераны заходили к нам, мы готовились всегда. И по телевидению однажды я увидела вот его среди ветеранов. Живой, невредимый, улыбается. И вот этот кадр все время крутили в тот день. Я от телевизора вообще не отходила. Я считаю, что мои родители очень прожили достойную жизнь. Вместе со своим поколением они отстояли независимость. Много учились, много работали. И хочу, чтобы они сохранились не только в моей памяти, но и в памяти других поколений. Музыка Музыка Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон